направление искусственный интеллект. Следующий большой блок – это блок программы развития. Здесь мы оказываем поддержку НЕОКР для выполняющихся компаниями, которые уже имеют опыт продаж. Здесь также гранты даются только на НЕОКР. Максимальный размер гранта до 20 миллионов рублей. Здесь уже обязательное финансирование от 30 до 50% от суммы гранта. И в этом блоке у нас достаточно много конкурсов. Вот внизу они приведены. Это развитие, которое реализуется в рамках программы НТИ, развитие для социально ориентированных проектов, развитие цифровой технологии, развитие искусственный интеллект и достаточно большой блок, посвященный международным конкурсам. Третий большой блок, такая, скажем так, большая вишенка на торте – это наша программа коммерциализация. Она предусматривает выделение грантов на коммерциализацию результатов ранее проведенных НЕОКР. Это поддержка проектов, которые направлены на создание или на масштабирование производства. Здесь объем гранта до 25 миллионов рублей, софинансирование от 30 до 100% от суммы гранта. И тоже у нас достаточно большое количество конкурсов, которые проводятся в этом блоке. Это коммерциализация так называемая классическая, это коммерциализация цифровой технологии, коммерциализация искусственный интеллект и экспорт ЦТ – новый конкурс, который у нас будет в этом году. Информация про все вот эти конкурсы, про все вот эти блокики вы можете найти на сайте фонда. Там есть более подробная информация, где в зависимости от каждого конкурса прописаны условия, какие передвигаются к участникам, какие результаты должны быть получены в рамках каждого из этих конкурсов. Вы можете ознакомиться. Еще раз повторюсь, у нас конкурсов очень много, но при этом, если грубо, их можно разложить в эти четыре больших блока, которые приведены на этом слайде. Если будут вопросы какие-то дополнительные, я потом готов буду ответить. Но вот здесь я хотел бы просто очертить такие прям общие рамки. Сегодня мы все-таки говорим про конкурсы цифровые, поэтому более подробно остановлюсь на цифровых конкурсах. У нас, да, мы на предыдущей картинке показали вот эти наши большие блоки. Вот они, эти же блоки, фактически, но уже заточены под направление цифровой технологии. Итак, здесь у нас первый блок – это старт, программа «Старт». «Старт цифровые технологии», поддержка стартапов на ранних этапах развития. Здесь у нас могут подаваться как физические, так и юридические лица. Здесь мы сейчас говорим про блок конкурсов «Старт ЦТ». В общем, их будет два в этом году. Это «Старт ЦТ-1». Это как раз вот там могут участвовать физические лица. И «Старт ЦТ-2» – это конкурс, который еще предстоит только нам объявить. Который подразумевает некое идеологическое развитие проекта. Для того, чтобы на него податься, нужно пройти или старт наш простой, или старт ЦТ-1, или старт Е1. То есть это такой следующий этап развития проекта. Еще раз повторюсь, гранты в рамках программы «Старт» выделяются только на него, как «Старт ЦТ», мы сейчас говорим. То есть финансирование по первому году – это максимально 3 миллиона. По второму году «Старт ЦТ-2» – это 7 миллионов. То есть суммарно, участвуя и в первом, и во втором старте, компания может за два года получить 10 миллионов грантов денег. При этом со второго года предусмотрено софинансирование обязательного размера не менее 30% от суммы гранта. На первом этапе для конкурса «Старт ЦТ-1», про который мы сегодня будем говорить более подробно, софинансирование не требуется. Это очень важно. Срок реализации проектов – 12 месяцев на каждый год. То есть два этапа по 6 месяцев. 12 месяцев на «Старт ЦТ-1» и 12 месяцев на «Старт ЦТ-2». Это два независимых конкурса. Ну как зависимых, но они независимо друг от друга объявляются. И они реализуют отдельно конкурсные процедуры. То есть для того, чтобы попасть на «Старт ЦТ-2» после того, как вы прошли «Старт ЦТ-1», нужно заново подавать заявку. Об этом тоже чуть-чуть подробнее расскажу. Следующий большой блок, который мы сегодня тоже рассмотрим, это конкурс развития ЦТ. Это поддержка компаний, как я уже говорил, которые имеют уже опыт разработки и продаж инновационной продукции. Здесь этот конкурс, участие в нем могут принимать только юридические лица. Грант дается только на научно-исследовательские и конструкторские работы. Объем гранта до 20 миллионов рублей. Здесь обязательное софинансирование не менее 30% от суммы гранта. Но здесь достаточно широкая вилка по срокам реализации проектов. То есть заявитель может заявиться с проектом на 12, на 18 или на 24 месяца. И третий блок, который мы сегодня рассматривать не будем, но тоже важно понимать, что он есть. И это, скажем так, итоговая, финальная точка развития проекта. Это блок коммерциализации, конкурсы коммерциализации ЦТ и экспорт ЦТ. Это поддержка инновационных компаний, которые уже завершили стадию НЕОКР. Им требуется или доработка продукта, или масштабирование, или создание, или масштабирование производства. Участвуют тоже, естественно, только юридические лица. Грант выдается на иные цели. То есть его нельзя потратить на НЕОКРовские работы. Можно потратить на маркетинг, на приобретение оборудования, на участие в выставках, конференциях. Все, что связано с развитием проекта, с его коммерциализацией. Коммерциализация результатов НЕОКР. В немежлетворенности финансирование не менее 30% от суммы гранта и срок реализации 12 месяцев. Вот три больших блока. По всем трех блокам в этом году будут конкурсы. Сейчас конкурсы идут по старту ЦТ-1, по развитию ЦТ. Коммерциализация ЦТ-экстра ЦТ будет объявлено позже. По старту ЦТ и по развитию ЦТ точно еще будут дополнительные очереди. Поэтому те, кто не успеют податься сейчас на текущие конкурсы, будут иметь такую возможность подать свою заявку позже. Теперь подробнее в конкурсах. На этом слайде вы видите те направления, по которым вы можете подать свою заявку в рамках цифровых конкурсов. Это единый набор тематических направлений, лотов, и для старта, и для развития. Они идентичны. Если ваш проект ложится в данные направления, что называется «Добро пожаловать». В положении о конкурсе, которые размещены на сайте фонда, в объявлении о каждом из наших конкурсов, о которых мы сегодня будем говорить, в положении подробно расписаны в виде некого классификатора то, что, собственно, в эти направления входит. То есть здесь это верхнеуровневые названия. В положении можно посмотреть, какие именно поднаправления, подзадачи входят в каждое из этих направлений. Теперь подробнее о каждом конкурсе. Начнем с конкурса «Старт ЦТ-1». Конкурс на него могут заявляться как физические, так и эргетические лица. Это достаточно уникальный...